Так вот, всем привет! Прямо сейчас у нас будет последняя прямая пища перед отъездом до Москвы, потому что дорога предстоит, в принципе, нормальная, 16 часов ехать, поэтому прямо сейчас мы закинемся на максимум всеми калориями, которые только будут в этом... Что это вообще за день какой-то, да? Ну да, за день какой-то, да? А, ты фоткайся, да? Я понял, извини. Короче, закинемся на максимум калориями и уже дальше идем на автобус. Что? Извини, это нормально, что у нас так много еды? Мы решили по максимуму за 30 калориями. Это все два подноса взял себе я, и так же поддал. Аэропорт Борисполь, лети в Майяне, все как обычно. Итак, вот уже приехали на доставку, сейчас ждем своего автобуса, которого все еще нет, и вот уже подержали, и, короче, ехать, например, на 16 часов, уже утром плюс-минус 7 утра будем там. Мы замерзнем на смех, мы завтра тренинг или нет? Посмотрим. Ярче думал автобус. Поприседай. Там да, все, ребят, автобус уже подержали, увидимся. Короче, как вы поняли, я уже приехал, примерно в 7 утра я уже был дома, на этот раз тоже снилось у парней. И когда я приехал в 7 утра, меня ужасно вырубало, потому что в автобусе мы ехали больше, чем в 16 часов, на границе еще были какие-то траблы, почему-то нас не пропускали, точнее, автобус не пропускали они нас. И, короче, в 7 утра мы приехали, я снова жестко вырубался, хотел спать, потому что в автобусе он вообще ни хрена не спал. Поэтому я просто взял, закинулся какой-то бодягой, взял все бца, так взял витамин, практически литр наболтал все этого, выпил, и потом меня просто жестко вырубило. И сейчас на часах уже 14-48, получается, что я поспал где-то 7 часов. И это, в принципе, очень круто, очень круто сейчас чувствую себя полностью вдохнувшим. Поэтому сейчас сделаем какой-то хороший завтрак, довольно-таки насыщенный, и, скорее всего, увидимся уже в зале. Но перед этим завтрак. Супер-котель для тренировок. Все. Все? Все? Нормально или нормально? Ты нормально? Вот так, ребята, Арсянка, в возле коборобки. И так, ребята, Арсянка, в возле коборобки никогда очень круто, уже добрались до зала, сейчас будем разминаться. Наконец-таки будем начинать жать. Ты заряженный? Да, я заряженный. Киевские блогеры должны сегодня пожать? Под сармами. Ты же на сармах или нет? Я на киеве дик сармах, они здесь не работают. А, они так и киев. Короче, я так снова решил делать небольшой мост прижимы, потому что на прошлой тренировке взял 100 килограмм, я пожал где-то на 10 раз без моста, потом я жал 110 килограмм, и я сделал мост чисто неинтересно, и все же мой результат с мостом намного круче. И моя спи мостом нормально остановилась, все траблы, которые были, прошли, и в принципе, с мостом все же мне жать намного легче, поэтому сейчас попробуем, как будет сегодня, и скорее всего, что я буду теперь только с мостом делать. Короче, да, здесь у нас кружок воркаутеров, они все тренируются на турниках, на бруссах, но мы не делаем это, мы просто обычные актеры, которые навалят вес побольше и жмут на 5 на 5. Обещай мне, пожалуйста, что ты никогда не будешь заниматься воркаутом. Ребята, я никогда не буду употреблять сармой, обещаю вам. Не, воркаутом. Ладно, воркаутом я не буду заниматься. Все, красава, я тебя люблю. Все спрашивали, тебе реально 16? Да, задолбали, не реально 16. Ха-ха-ха. Сармой, давай, посармой. Сармой, да, сармой. Сармой, ты не так, я что? Сармой, да. Ага. 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 короче, ребят, воркалтеры бросили вызов, как видите, вот там, они все тренируются, делают выходы, и все думают, что я не умею делать выходы это я не вставлю это мутация начала, все не знают, что это творится, но я знаю то, что мы поднимемся, мы станем очень популярными в конце этого года у нас будет 100 тысяч подписчиков на канале, потому что масло растет, сила растет, и это только начало короче, ребят, если коротко говорить о моем прогрессии сейчас, то после праздника я очень жестко оторжался, вешу сейчас, наверное, как никогда много иногда мои весы показывают где-то 77, даже 78 килограмм, и для меня это очень много, потому что никогда в жизни так не весил, и в принципе, по моему лицу можно заметить, что я очень заплывший, мои щелки прям надулись нафте на пампе постоянно, но буквально на прошлой неделе я поставил все свои новые рекорды, то есть обновил рекорды, при себе нахрен смог сделать 143 килограмма на десять повторений в одном подходе, дальше, когда я взял 173 килограмма, я смог сделать на два уверенных повторения, и я думаю в принципе, 180 килограмм, четыре плитки которых, я говорил буквально месяц назад, уже за меня будут совсем не проблемой, на одно повторение и в принципе дальше, переходя к становой тяге, с нано 보니까 я сделаю очень хорошую силовую профессию, начиная из 140 килограмм, буквально три недели назад я делал , я сделал över 8, дальше я сделал 150 кг 3 на 8, и сейчас, Сейчас вот буквально сегодня я сделал 155 килограмм, также на 8 повторений. И в принципе чувствую, что могу больше, могу за все штурмировки даже взять 160 килограмм, сделать их также на 8 повторений. Но все же потом, после этих 3 на 8, 160, я хочу сделать 170 килограмм, примерно 3 на 5. Дальше возьму 180 килограмм, сделаю и в среднем, наверное, повторно 4 в одном подходе. И потом уже переходя к 190, я буду делать, скорее всего, 192 на 2. И я выйду уже за 200 килограмм в классике. И потом сразу же перейду в свою сумму. И я надеюсь, что смогу потянуть буквально за 3 недели, когда буду тренировать сумму, где-то 220 килограмм, которые я не хотел сделать. Ну и по поводу жима, ребят, как видели, сегодня я там, пожалуй, 110 килограмм на 7 раз, дальше, пожалуй, 120 килограмм на 3 раза. В принципе, все идет по плану, все идет круто. Также на этот тренировоке поставил свой рекорд, поэтому прогрессия сейчас как никогда крутой. И я чувствую, что нахрен нужно просто порвать этого Дэвида Лейда. Приседе я уже, в принципе, наступаю им на 5. В основной тяге, конечно, будет не так просто. Ну и в жиме им нужно сделать 140 килограмм, так что скоро, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok